Первые испытания покрафта рыболовного типа фиш покрафт под кодовым названием танк сверхпрочный, сверхусиленный рыболовный покрафт. Да, он тяжелый, этот сверток 5 с очень большими копейками килограмм, почти 6, но зато здесь все усилено, очень много всяких новых фишек стоит, в общем такой, не зря я его танком назвал. Клапаны расположены в рациональном месте, вот здесь находится перегородка, а носовой клапан находится очень близко к носовой оконечности. Потому что когда мы лодку сворачиваем в одну сторону рулоном, то воздух постепенно выдавливается весь полностью и выходит, соответственно, вначале из вот этого клапана, а потом выходит из носового. То есть не получается так, что мы сворачиваем лодку, где-то внутри лодки остается пузырь воздуха, и этот пузырь воздуха мешает рационально свернуть лодку. Вот такая форма задней части лодки, такая клювообразная. Это сделано для повышения водоизмещения в этой части, поскольку гребец сидит сзади и опирается спиной вот на этот вот прилив, на эту спинку. Получается, как будто сидит в кресле. Длинный хвостик выравнивает центровку лодки, чтобы она не была излишне задней. Еще чуть-чуть. Нормально. Основное отличие от рыбацких лодок, это вот как раз вот эта вот форма кормы, которая позволяет сидеть в этой лодке, как в кресле, опираясь спиной на кормовую часть, из-за чего лодке можно сидеть часами, и при этом спина не устает. Чтобы сделать такое на обычной симметричной рыбацкой лодке, приходится делать много-много хитростей, которые и непросты, и выглядят весьма, так скажем, незаконченно. Здесь же все идеально. Идеально. Размер лодки подобран таким образом, чтобы не тесно было одному человеку в ней рыбачить. Размер спортивных пакрафтов 250. Размер самых длинных пакрафтов 3 метра. А здесь выбран такой усредненный размер 285 сантиметров. Вот так выглядит корабль на воде. Спине удобно. Спина упирается на кормовую оконечность, на возвышение на кормовое. Но я говорил, что есть кое-какая хитрость. Настало время эту хитрость проверить. Хитрость целиком колхозная, конечно. Это не штатный вариант. Он будет штатным, если все будет хорошо. Проверим ход. Вот даже вот с такими короткими веслами. А это весло действительно короткое. Это просто пополам байдарочное весло. Это очень приличный ход. Рыба! Рыбу показывать! Ничего себе! Вон сколько рыбы! В этой лодке хочется добиться универсальности. Чтобы можно было грести как распашными веслами, так и байдарочным. Как практика показала, эта лодка вследствие своих интересных форм очень хорошо идет кормой вперед. Уключена должна быть расположена вот здесь. Эту отклеим. И здесь приклеим другую. Так что даже товарный вид не испортится. Это была моя ошибка. То, что я решил сместить уключенные, вынести их за борта. Потому что, чтобы обеспечить максимальную ширину для удобства. Но, был небольшой просчет и весло вот в этом месте при подъеме весла задевает. Но это дело исправим. И переделываем под штыревые уключенные. Это будет поинтереснее. Потому что петлевые уключенные, в них весло свободно вращается. И когда оно вот проворачивается, тогда грибок получается несимметричный. Когда одно весло стоит ровно, а второе провернуто. И поэтому лодка вихляет. А если здесь будут штыревые, у которых ограничен поворот в стороны, тогда все будет хорошо. Правда, они будут тяжелее. Один вот этот вот штырь с втулкой, он весит 75 грамм. В то же время, как вот эта петля, да, она вообще ничего не весит. Вот то отверстие, которое в носовой части для вывода датчика эхолота, оно практически под любой датчик подходит. Мы туда с той стороны датчик ставим, подтягиваем его прямо к днищу. Он становится почти заподлицо, поэтому его сложно обо что-то повредить. А провод выводится прямо сюда, вот в кокпит, через специальную, вот этот, через кессон, через эту трубу. Вот сейчас она с сумкой закрыта. Что касается сумки. Вот эта сумка, это от старого, от спортивного покрафта. И этот покрафт в нее не лезет. Этот все-таки, он больше и шире в сложенном состоянии. Поэтому сумка будет более длинной, более широкой, с затяжками, с молнией. Что это даст? Эта сумка, вот в этом месте, будет крепиться вот к этому кольцу. Вот между вот этими двумя будет натянута резинка. И этот багажник будет вот здесь лежать сверху. И вот через молнию будет в него доступ. То есть это получится штатный багажник, чтобы возить прямо в лодке какие-то нужные вещи, там рыболовные снасти. Вот это резинка для крепления весла. Все, весло надежно прикреплено. Оно никуда не денется. Ни на каких, ни на волнах, ни на чем, ни на какой тряске. Вот, это самое надежное крепление. Те, кто выбирают крепления, которые зажимные, вот я считаю, что это немножечко ошибочная практика. И вот почему. Во-первых, эти зажимные крепления, они не фиксируют весло от выскакивания. Мало ли там, вот волна пошла, вот лопата там висит за бортом. Волна бьет по этой лопате хорошая и выбивает из крепления, весло улетает. Хоть весло и не тонущее, но ловить весло все равно это и то еще удовольствие. Вот. Второй момент. Рыбалка иногда происходит и при отрицательных температурах. А начиная где-то градусов с плюс пяти-шести воздуха, вот эти вот, вся вот эта вот пластиковая фурнитура, она просто адски дубеет. Она сильно-сильно дубеет и уже весло туда не вставить. Чтобы туда вставить весло, надо его просто вот так конкретно забивать. И обратное. Когда солнечная погода, жарко, там 30 градусов тепла, солнце светит, нагревает вот эти держатели для весла стандартные, они размягчаются и, соответственно, плохо держат весло. То есть, опять же, про что я говорил, какая-нибудь волна приходит, что-нибудь там качнуло, там раз и весло вылетело. Его там надо из воды вылавливать. Вот. А вот эта вот конструкция с резинкой и вот этим вот грибком, она абсолютно надежная. Она вон крепит в двух местах, удерживает весло. И вот из этого грибка-то точно никуда не выскочит, поскольку диаметр резинки, он очень хорошо соответствует вот канавке этого грибка. Соответственно, с другой стороны есть точно такая же резинка, чтобы весло можно хоть слева, хоть с правого борта крепить. В чем еще польза такого вида крепления? Оно просто банально легче, чем эти здоровые пятаки-держатели. И меньше проблем доставляют, когда мы лодку запаковываем. Можно вообще вот так сделать. То есть, можно и так поставить, и так поставить. А у меня и четвертая есть. КОММНИТРА КОММЕНТРИДУЧИЛУЙКИ КОММЕНТРИДУЧИЛУЙКИ Редактор субтитров А.Семкин